Я открыла крышку и положила. Дедушки, великий устюк. Да, ну значит все, дошло письмо. Не обманул дедушка. Письма действительно дошли. Юные жители юбилейного проспекта 48 просили Деда Мороза установить во дворе елку. Чародей прибыл в Реутов, чтобы исполнить новогоднее желание малышей. Они просили, чтобы им установил Дед Мороз елку. Они вместе с Дедом Морозом украсили ее, сделали сани специальные коленем, сделали снеговика и здесь во дворе сделали им ледяную горку. Помочь Деду Морозу вызвались жильцы дома. Взрослые заливали ледяную горку. Волшебник, кстати, лично проверил качество ледового покрытия. Дети разрешили мне даже прокатиться с горки. Мне очень понравилось, хоть и было очень страшно. Сани Деда Мороза пока охраняют верный сторож, очаровательный снеговик. Над ним чародей с помощниками трудились около трех часов. На радость детям во дворе украсили не одну, а целых две елки. На любой вкус и цвет трудились всем двором. Большую часть украшений, игрушек и гирлянд, делали сами из деревянных заготовок. Нам Дедушка Мороз заранее давал заготовки деревянные. Мы их раскрашивали красками и всякими там стразами. В общем, детки сами старались, делали не один день. Вот, получилось здорово. Детвора с гордостью демонстрируют плоды своих трудов. Каждое елочное украшение – ручная работа. Бабочка моя. Мы ее украсили с мамой. Мама начала, а я подружила. Потом мы стали украсить хлюшечку. Хлюшечку – все мама. Дедушка Мороз так обрадовался своим юным помощникам, что совсем не торопится уезжать из Реутова. Да и детвора волшебника теперь никуда не отпустят. Так что праздник пришел в город надолго. Виктория Волкова, Сергей Сомов, телеканал Реутов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова